всем привет с вами ольга и вы на канале вышивальная черепашка сегодня я принимаю эстафету от юлии неминской вышивальница 10 из 10 ну что погнали сегодня мы с вами немножко на необычном фоне вышиваем я немножко по вышиваю перед вами нанесенка от китайского производителя мои журавли закате немножко на фоне мы ее по вышиваем так чтобы не скучно было но я надеюсь что вы с удовольствием меня послушайте под свою любимую вышивку и мы с вами хорошо пообщаемся и по вышиваю что берите свою вышивку запасайте чеком-кофейком и мы с вами начинаем вышиваем сегодня на немножко необычном фоне я вышиваю в кухне потому что у меня дома ремонт и к сожалению на моем привычное место немножко занятым вещами и я не могу сейчас вышивать на нем так как я привыкла но это тем не менее это не является каким-то решающим фактором мы можем с вами и так пообщаться и по вышивать ну что ж давайте начнем с первого вопроса так предполагает ответы да или нет но и какое-то небольшое коротенькое может быть пояснение поэтому будем отвечать быстро не думаю что получится это видео очень долгим ну что ж давайте начнем и так тег эстафета от юлины минская вышивальщица 10 из 10 первый вопрос вышиваю не только на конве да не только на конве есть и конгресс страмин есть и габелиновая сетка есть пластика как она и также вышивала на равномерке и вышиваю на лугане и на мураном частности так второй вопрос умею вышивать не только крестиком до вышиваю и полукрестом и габелиновым стежком бисер back гладью давно очень не вышивала не знаю что но думаю что если взять иголочки в руки то тоже думаю что я об этом не забыла третий вопрос рулон готовых не оформленных работ да есть но нейрон ротчик маленький есть у меня несколько небольших не оформленных работ а не планирую оформлять потому что многие из них вышиваются как парни и ждут свою пару чтобы оформить их в едином стиле четвертый вопрос запасы наборчиков да конечно есть запасы наборчиков у меня наверное около 30 наборчиков я давно не пересчитывала не помню точно какое число где-то 25-30 наборов наверно у меня есть запасы 5 вопрос грандиозные планы вышить все и больше ну конечно же а как же чем больше проект тем лучше для меня чем больше работ вышита тем лучше ну и конечно же вышить все что нравится понравится очень много поэтому да планы такие есть 6 вопрос активный пользователь активный пользователь соцсетей скорее да чем нету пользуюсь сетями соцсетями как для поиска каких-то интересных дизайнеров схем разработок также групп в частности по совместным проектам мне вот интересно сейчас последнее время совместные проекты я бы еще какой-нибудь один может быть два совместных проекта я бы вступила так ну и конечно же виду свои соцсети сейчас все равно как-то так еще нет привычки так часто выкладывать какие-то посты или stories там снимать но все равно я стараюсь все-таки не запускать и время от времени выкладывать что-то в соцсети 7 вопрос вышивая одновременно пару проектов ну даже не пару а много на сегодняшний день у меня если я не ошибаюсь у меня 19 начатых работ которые в общем-то очень хотят прийти финишем и быть законченными так восьмой вопрос опыт вышивки на пяльцах и габелиновой раме и вообще на руках да вот как раз сейчас перед вами я вышиваю на руках нанесенку мне удобнее вышивать именно так взял ниточку в общем-то и шьешь на пяльцах конечно же то есть это основной скажем так инструмент габелиновая рамка у меня только одна на ней натянута одна из моих многоцветок есть пяльца нурге значит круглые квадратные нету кюснапов на кюснапах я никогда не вышивала так 9 вопрос вышивать глазами о да конечно да 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 еще раз да причем вышивание глазами у меня сводится скажем так по трем категориям первое это когда я открываю свою сагу просматриваю съемки пытаюсь там выбирать значки и смотреть как бы я это вышивала то есть это первый момент второй момент конечно же вышиваю с ютубом то есть если мне меня цепляет какая-то работа я слежу за блогером как продвигается и отшив той того или иного сюжета и так вот вышиваю с ними глазами и третий момент также на ю тубе мне очень нравится ну вот живой процесс вышивки да вот я сейчас подсела на блогеров американских блогеров они вышивают многоцветки в основном это хаеды как-то у них так больше такого ничего не пока не нашла не знаю может быть кто-то и вышивать другие фирмы но в основном это хаеды они вышивают по паттерн меккера потому что у хаеда только pdf схемы и вот мне очень интересно прямо вот я реально сижу и смотрю как они это все дело от шива другие нормальная вышивальца какая-то была взяла бы проекты и сидела просто под музычку там что-то себе крестики клепала скажем так а я нет я вот сижу именно смотрю мне вот просто доставляет неимоверное удовольствие смотреть как появляется на конве крестик за крестиком а вот так что вот такой ответ 10 вопрос слышала странные вопросы или шутки от родственников про вышивку ну наверно скажем так страннее чем моя дочка мне там спрашивала говорила что него здесь не нравится почему ты вот вышиваешь так они вот так то есть или цвет поменяя или как-то там вот там картинку поменяя как-то там какую-то детальку зачем ты так вышиваешь ну наверное такого наверно больше и не было поэтому тут наверное нет чем да так и собственно почему что этот тег эстафета потому что во первых она передается но передается скажем так с условием добавить свои какие-то вопросы можно 1 ну можно надеюсь 2 но я в общем придумала 3 наверно в пору написать было отдельно свой тег ну юля в общем и извини за то что я так резко расширила твой тег но вот у меня как-то так возникло сразу три дополнительных вопросов так первый вопрос который я придумал то есть это уже будет какой-то там 11 наверно да в моем в моем варианте это будет 11 вопрос значит страдаю гигантоманией но у меня значит полный ящичек новогодних игрушек да я страдаю гигантоманией но по поводу ящичка новогодних игрушек у меня это все еще впереди я прошлой зимой буквально загорелась все таки сделать какие-то рукодельные игрушки вышитые игрушки пинкейпчики вот что-то такое на свою елочку но я понимаю что чтобы украсить там плюс-минус там какую-то среднюю елку там полтора метра там метр семьдесят и долго достаточно много поэтому это процесс такой будет за проект будет затяжной на несколько лет скорее всего что но я уже приоткрою вам немножко свой тайный процесс я уже стремлюсь к этому и надеюсь если что все получится вы увидите части этого как раз под новый год вот такой маленький спойлер у меня на канале так 11 вопрос а 12 вопрос на на 12 вопрос который я придумала значит поковыряться в своих ниточках по отбирать их на определенные процессы и убедиться что у тебя есть достаточное количество ниток чтобы начать новый проект да и люблю поковыряться люблю посмотреть люблю потрогать ниточки то есть да это как раз про меня причем я в принципе у меня есть палитры схс полностью но я стараюсь на каждый проект заказывать все-таки отдельно ниточки потому что ну во первых не по одному мотку как правило да там надо большинство цветов а во вторых то есть я хочу все равно чтобы у меня была полная палитра так и сохранялась на всякий случай вдруг я захочу вот резко что-то вот прям сейчас начать а у меня не будет этих ниточек и последний вопрос который я придумала 13 вопрос да в моем исполнении он был навеян нашими именно вышивальными встречами на которые мы вас все кто хочет присоединиться к нам мы вас всех ждем и приглашаем приходите к нам обязательным вышивать вместе с нами и 13 вопрос звучит следующим образом вышиваю всегда и везде независимо от места и количество людей вокруг но тут я скажу что все-таки нет я вышиваю не всегда и не везде я вышиваю дома и вот получается на наших вышивальных встреч мне неудобно мне скажем так не комфортно вышивать на улице на улице как правило я бываю гуляя с детьми соответственно эта площадка это дети то есть это много людей и мне как-то вот немножко некомфортно то есть при встрече с друзьями тоже как-то так обстановка скажем так и тема наших встреч не располагает к вышивке поэтому тоже нет в дороге многие вышивают в дороге я тоже не могу вышивать в дороге но вот как-то я вся в дороге то есть я слежу за дорогой ну то есть если я не за рулем если за рулем понятно того какой вышивки идет речь то есть я не вышиваю в дорогу я не могу то есть не им как-то не хочется отвлекаться то есть я вам как-то должна вот контролировать скажем так этот процесс плюс к тому же опять таки же мы часто ездим с детьми и конечно же нужно какое-то внимание там детям или то водички то яблочко то печенька какой-то то есть постоянно кто-то что-то просит то есть там остановки какие-то делаем там так технические установки да вот поэтому дорога тоже меня не не располагает к вышивке ну что друзья вот такой вот у меня получился тег надеюсь что вы со мной с удовольствием повышевали или попили чая приятно провели время не забудьте пожалуйста поставить лайк этому видео если это так подпишитесь на мой канал кто еще не подписан всех новых подписчиков и зрителей я радостно приветствую давайте дружить хотя бы через youtube и значит передача тега передаю тегу наверное я передам тег юнонки рукоделкиной и если еще вот люба не ответила с канала вестерсторе не ответил он это так я бы тоже с удовольствием послушала скажем так его расширенную версию что друзья я с вами на этом прощаюсь всем желаю шустрые иголочки мирного неба вышивайте с удовольствием всем пока пока